МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Входим в реестр Министерства образования и науки Республики Казахстан с 2012 года и повторно прошли признания в 2017 году. Что нам дает признание в данном реестре? Это легитимность проведения аккредитации на территории Республики Казахстан. Мы входим в Европейский реестр по гарантиям качества ИГАР. Это дает нам право проведения международной аккредитации не только на территории Республики Казахстан, но и во всем европейском пространстве высшего образования. Также мы являемся полными членами Европейской ассоциации по гарантиям качества ЭНКВА. Это, наверное, на сегодняшний день самая известная, самая большая такая ассоциация по обеспечению качества. Независимое агентство аккредитации и рейтинга создано в 2011 году. Оно входит во Всемирную организацию образования. С момента ее создания аккредитацию прошли около 150 организаций образования. Это вузы, колледжи, международные школы и институты дополнительного образования стран СНГ и Европы. Организация – единственное отечественное агентство, которое вышло на мировой уровень и работает по собственным стандартам, разработанным с учетом законодательства той страны, где проводится аккредитация. Есть два вида аккредитации. Это институциональная аккредитация и программная аккредитация. То есть вуз выбирает, какую именно аккредитацию им нужно пройти. Они нам пишут заявку, далее мы уже рассматриваем эту заявку, рассматриваем их документы, соответствуют ли они для прохождения международной аккредитации. Далее у нас заключается с университетом договор. И уникальность, наверное, международной аккредитации в том, что университет сам готовится к международной аккредитации. Он готовит самоотчет, скажем так, собственную оценку. И когда университеты уже идут к подготовке международной аккредитации, они уже видят сами на пути, где им нужно развиваться. Экспертов, в том числе из-за рубежа, всегда подбирают с учетом специфики обучения в вузе. Это всегда авторитетные представители, которые не прочь поделиться опытом. У нас добрые, прекрасные, как я уже сказала, профессиональные и человеческие отношения. Мы обмениваемся экспертами, мы изучаем вопросы оценки качества высшего образования, перспективы его развития. У нас очень много совместных точек соприкосновения и самое главное понимание. Ну и, конечно, нас объединяет главная ценность и главная цель – это качественное образование будущему поколению. Если вам дали хорошее образование, это не значит, что вы его получили. Поэтому очень важно его оценить, внести необходимые и своевременные коррективы, ну и оценить результаты обучения. Обмен мнениями, как правило, происходит на тренингах и воркшопах. Но «Встречей года» называет Центрально-Азиатский форум по обеспечению качества. В этом году он собрал гостей из 25 стран мира. Говорили о том, как развивается высшее образование в Казахстане и о роли аккредитации в этом процессе. Я сама, в общем-то, из Латвии, как привлеченный топ-менеджер. И мы сотрудничаем, я являюсь экспертом, наши сотрудники являются экспертом НАРА. То есть мы уже давно сотрудничаем, у нас есть опыт аккредитации, сами проходили аккредитацию. Эксперты самого высокого качества приезжают. Они смотрят со стороны, им лучше видно, что надо улучшить, что думают студенты, что думают наши преподаватели. Это, конечно, помогает. Мы видим, что мы должны улучшить, чтобы наши студенты могли работать везде практически, на любом уровне. За годы работы около 20 вузов обратились за аккредитацией в агентство. Эксперты выезжали в Россию, Румынию, Таджикистан, Грузию и Молдову. Многие казахстанские вузы уже повторно проходят эту процедуру. Если взять по исследованиям 2018 года, первое место занимает Казахский национальный университет, Евразийский национальный университет, это Сейфулина, имени Сейфулина, Казахский государственный женский педагогический университет, лидирующий позиции у них, и Западно-казахстанский медицинский университет имени Оспанова. Аккредитация дает вузам не только повышение их статуса и расширение партнерских отношений с университетами мира, но и гарантирует получение государственных грантов. Их дают только аккредитованным университетам. Они же выдают дипломы государственного образца. Самое главное, наверное, по аккредитации, что этот процесс направлен на удовлетворение потребностей практического здравоохранения. Потому что при аккредитации мы, как эксперты агентства, всегда оцениваем связь между практическим здравоохранением и системой подготовки кадров. И оцениваем, насколько та программа, насколько качество образования в данном вузе соответствует потребности практического здравоохранения. Насколько наши выпускники в вузах могут прийти в практическое здравоохранение и работать, и оказывать именно хорошую, качественную медицинскую помощь. Особое внимание практическим знаниям уделяют не только в медицинских академиях. Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфулина – это вуз более чем 60-летней истории. Еще во время освоения целины именно здесь первыми начали готовить механизаторов и агрономов. Сегодня здесь учатся больше 13 тысяч студентов. Мы придаем очень большое значение не только теоретической, но и практической подготовке. Вообще сегодня парадигма такова, что не просто те знания принимать студентам нужно, которые даются в аудиториях и так далее. Сегодня должен студент учиться, учиться добывать новые знания. Потому что на сегодняшний день практически те знания, которые мы даем студентам, кроме базовых, фундаментальных и так далее, новые знания практически и быстро устаревают. Специально для получения практических знаний совместно с американскими учеными в университете созданы производственные платформы по выпуску мясных, молочных и хлебобулочных изделий. Студенты сами производят качественные и натуральные продукты питания, а также ведут разработку новых рецептов. По заказу Национального центра общественного здравоохранения мы создали рецептуру и производим хлебобулочные изделия с низким содержанием соли. Созданы энергетические батончики из натуральных продуктов без содержания ГМО, сахара и глютена. Имеются разработки и патенты на производство мороженого на основе кобылевого молока. Мы разработали новые купажированные, мацерированные растительные масла, витаминизированные дикорастущими ягодами, произрастающими на территории Казахстана. Это шиповник, это боярышник, это черника. В национальном рейтинге востребованности вузов агротехнический университет в тройке лидеров. Его выбирает молодежь из России, Украины, Монголии, Таджикистана и даже Китая. По межправительственному соглашению обучаются граждане Афганистана, а по обмену приезжают студенты из соседней России. Я учусь на ландшафтном архитектора, а здесь учусь просто на архитектора. И здесь у меня другие предметы, непривычно, но мне все нравится, все устраивает. Здесь построже, но знания дают в доступном виде. Я не отстаю, я все понимаю, несмотря на то, что я училась вообще на другой специальности. Ну, преподаватели хорошие, да. Выбрала именно этот университет, потому что, да, я искала информацию, смотрела, какие вузы лучше, спрашивала знакомых. Именно здесь такие прям хорошие специалисты, которые дают знания. Количество образовательных грантов в университете ежегодно увеличивается. В этом году за счет государства поступили учиться 712 человек. Больше половины студентов учебного заведения – это те, кто обучается за счет бюджета. Аккредитация, она переводится как признание. Вот, признание, значит, всеми потребителями наших образовательных услуг. Вот, признание, в первую очередь, работодателями, признание, значит, родителями наших студентов, самими студентами. Поэтому аккредитация – это такой процесс, который развивает направление подготовки, вообще развивает университет. Поэтому мы придаем ему, ну, как бы, большое значение. Мы прошли институциональную аккредитацию сроком на 7 лет. Аккредитация помогает вузам определить свои слабые и сильные стороны и получить рекомендации специалистов, на основании которых определить направление, в котором стоит развиваться. Это своеобразный знак качества, благодаря которому у высшего учебного заведения появляются значительные преимущества перед конкурентами. Субтитры создавал DimaTorzok